и вот так выглядит собственно монетки привет всем друзья вы на канале фартовый коллекционер и сегодня в этом выпуске я покажу вам интересные редкие дорогие монеты украины заполним вот такой вот альбом посвященный 30-летию нашей независимости нашей страны и зависимости украины здесь будут как обиходные монеты так и юбилейные я покажу где взять и посмотрим по стоимости какие монетки сколько стоит как видите здесь обиходные монеты украины сделаны таким образом что они собраны по металлам из каких металлов данные монеты состоят мы сейчас заполним и посмотрим отличие этих металлов а перед началом ролика хочу сказать вам что ребята мы запустили группу facebook где вы можете добавлять свои монеты украины которые находите в обиходе и узнать какая у них цена добавляйте ссылочка будет в описании там будут выкладывать интересные монеты и редкие монеты которых вы наверняка вообще не видели буду ждать всех в этой группе добавляем вас ну что давайте заполним этот набор что это за набор это частный выпуск его выпуском не национальный банк канал magic money огромный привет сереже в одессу вот такой замечательный очень красочный просто посмотрите какие краски у этого набора как он вык выглядит их называл конечно упаковку похожим видеокассету кто знает что это такое мы видим сейчас здесь у нас вот так вот открывается есть даже специально вот такие моменты чтобы монетки между собой не терлись и не царапались и начинается у нас с этой стороны мы видим по разновидностям монетка богдан хмельницкий вот описание ее тиражи монета 2 монета 2 гривен 96 года монета украины и монета украина 2 здесь у нас указано что с разновидностью у меня есть такая монетка с разновидностью давайте покажу какие разновидности бывают вот так они у меня хранятся в данном случае и бывают они в запайках сейчас мы даже эту запайку распакуем посмотрим какое состояние этой монеты бывают такие разновидности по каталогу максима загреба например можем посмотреть один из вариантов и здесь у нас указаны какие бывают типы конкретных монет в данном случае у меня одна монетка обычная разновидность который стоит в районе 250 300 гривен а вторая монета более редкая вот она у меня обозначена здесь если увеличить и посмотреть например 5 копеек у нас 4 ягоды 1 копейка 4 ягоды здесь в описании мы видим что есть вот 4 ягоды 4 ягоды и по стоимости в зависимости от состояния от 250 гривен до 750 гривен конечно эту монетку я купил немножко дешевле чем 750 гривен но она не мере не часто попадаются инди сюда нужно досмотреться до этой разновидности и давайте будем потихонечку упаковывать данные монеты как видите здесь поднимается вот такой вот защитная защитный формат такая небольшая пленочка на конкретно эти три монетки и потом на это это уже будет они фиксируются в капсулах так ну что давайте размещать сначала у нас редкую разновидность можем разместить ее либо состояние конечно у нее очень приятная хорошая монета вообще мне нравится конкретно эта монета при том что у нее тираж кстати огромнейший 250 тысяч штук она планировалась именно как обиходная монета украины можем ее разместить каким же образом можем разместить к нам лицом скажем так реверсом или аверсом как бы хотелось ну давайте так разместим так дальше у нас обычная монетка вот в таком вот как видите вот такой вот запайки запайки были пожестче и помягче здесь конечно запайка но видим что уже подвис трепалась и монета реально даже просматривается через вот такую вот запайку давайте для видеоролика и для того чтобы разместить в этот альбом распакую у меня в принципе еще такая есть запайки мы открываем без каких-то дополнительных инструментов и так далее просто достаем монету посмотрим каком же она состоянии видим что при том что она была запакована у нас все равно на монете какие то есть остатки не знаю может быть какой-то влаги или еще чего-то где-то реально эта история с монеты что ее выбор отпустили и за нее что-то купили человеком рассчитались этой монеткой писать себе вот ее аверс тоже видим что есть какие-то моменты в принципе она не царапанная и в хорошем состоянии с точки зрения нет никаких ударов и так далее да только единственный момент что она немножко можно ее протереть спиртом например перед размещением вот таким вот образом например я бы вот таким вот одеколончиком тройным ее мог можно обработать давайте сейчас это и сделаем и просто-напросто вот обработали одеколончиком она у нас полежит я думаю можно протереть ваткой и просто и просто разместить непосредственно набор сейчас чуть попозже она сейчас высохнет и мы ее разместим дальше следующая у нас монетка это вот такой вот богдан хмельницкий видим что они бывают вайт разновидности вот в конкретно этих монетах в принципе довольно неплохое состояние богдана хмельницкого монетки вот и вот посмотрите 200 тысяч карбованцев но все равно видите какая-то какие-то моменты бывают встречаются я думаю можно и даже не обрабатывать просто так разместить в альбоме по стоимости она 85 гривен максимум может стоить потому что тираж у нее довольно-таки огромный и мы разместим ее к нам лицом к богдану хмельницкий вот таким вот образом она у нас упаковывается смотрите здесь у нас уже высохла наша монетка монеты украины ну ведь я не протирала дополнительно чтобы никак не повредить но при желании можете ваткой протереть она у нас без разновидности также ее сюда размещаем дальше смотрите мы можем закрываем так дальше у нас здесь три монеты которые размещаются непосредственно если эти без капсул а то здесь у нас в капсулах начнем с этой монетки это 5 гривен посвященной десятилетию у нас независимости украины вот так выглядит эта монетка она в капсуле довольно красивый интересный дизайн штемпельный блеск понятное дело вот размещаем сюда эту монетку посмотрим ее тираж и стоимость на данном этапе в книге максима загреба мы видим что тираж у нее вообще не указан почему-то так тираж а вот 100 тысяч штук тираж у нее 100 тысяч штук довольно большой и по стоимости 150 гривен за такую монету есть еще разновидность вы видите здесь вот без флага она цена у нее непонятно потому что надо наверняка очень очень редко так мы разместили следующая монетка у нас вот такая вверху 10 лет денежной реформы 2006 года очень красивая очень красивая монета с гривной киевского типа вот здесь у нас гривна с владимиром давайте посмотрим сколько она стоит 2006 год она у нас здесь цена ориентировочно 200 гривен тираж у нее 45 тысяч штук вот она у нас и давайте добавлять вот очень красиво конечно смотрится гербом к нам аверсом здесь кстати монетки видите довольно хорошо фиксируются но при этом при этом легко достаются то есть можно легко достать и прям они зафиксированы хорошо дальше нас 15 лет независимости видим дизайн у них похожий то есть дизайн аверса там где у нас герб видите и смотрим кстати да где здесь у нас аверс как вы думаете там где украина указано или там где трезубец вот ваши предположения где где аверс напишите просто в комментариях вот эта монетка у нас в каталоге 125 гривен тираж у нее 75 тысяч штук 15 лет независимости украины размещаем к нам стороной гербовой дальше и последняя монетка здесь 20 лет независимости украины 2011 год давайте посмотрим нее и и тираж каталоги значит тираж 45 тысяч стоимость в районе 175 гривен от состояния конечно это сильно зависит давайте смотреть вот эта монетка как видите как видите здесь состояние не очень уединочки к сожалению именно такую монетку я приобрел у нас на встрече коллекционера в харькове не обратил внимание а продавец скажем так подсунул и рад сдыхаться этой монеты ну такое бывает это как бы ответственность моя пока размещу эту монетку возможно будущем поменяем вообще такие такая такой момент может повлиять состояние и на стоимость конкретной монетки можем разместить сюда и потом думаю чуть попозже заменю так вот смотрите у нас первая сторона гляньте как красиво выглядит уже сборе вот и довольно шикарно смотрится переходим к следующей глядя тут тоже у нас планируется 5 монет и где мы их возьмем они у нас вот в таком замечательном наборе независимости украины гляньте какой набор он сам по себе недорогой я покупал его еще в банке наверно green за 400 он продавался вот этот набор 625 гривен 2016 года монетки там с большими тиражами но вы видели там в районе 40 тысяч но в целом набор довольно интересно сделан и здесь есть вариант мне переложить конкретно эти все капсульные монетки ну уже в свой набор ну давайте попробуем это сделать они также здесь видите зафиксирована таким вот образом и мы видим здесь у нас казацко держава очень красивая монетка в идеальном состоянии в банковском 5 гривен 2016 года помещаем ее здесь как нам нравится разместить вот таким вот образом так следующее у нас это галовское королевство пожалуйста здесь она у нас добавляется киевская русь смотрите как красиво на самом деле монеты очень приятные если бы попали в оборот было бы вообще очень интересно вот киевская русь и последняя монета который у нас есть это вот так выглядит 25 лет независимости и монетка которого мы ждем это 30 лет независимости в этом году вот под нее уже размещена специальная ячеечка да чтобы полностью комплект с независимостью здесь можно было бы закрыть и будем переходить к нашим монеткам которые в разных металлах итак начнем у нас с первой монетки это 5 копеек нержавеющая сталь вот так они выглядят довольно обычные 5 копеечные недорогие вот данном случае с 92 по 2015 может было конечно бы разместить туда и 96 год но у меня такой копейки сейчас не в наборе 5 копеек таких просто просто-напросто пока нет кстати видите вы можете добавлять сюда монетки разных годов от 2001 до 2012 я посмотрел какие у меня есть нормальном состоянии чтобы можно было просто разместить в этом наборчике и размещаю абсолютно разных годов вот например 2000 2008 года здесь у меня будет две копейки а а две копейки из алюминия вот сейчас вы дальше их увидите у меня довольно тоже нормальном состоянии есть я взял не 90 взял 93 года гляньте какой штемпельный блеск вообще конечно вот эти монетки они ценятся очень очень коллекционерами в штемпельном блеске но пока у них конечно тиражи очень большие цена не очень ну цена в районе пяти там тира десяти гривен за монетку если такое приятное состояние потому что алюминиевые монеты очень постоянно там царапались портились и в принципе если у вас есть то я рекомендую откладывать ну потому что в будущем они будут принципе дорожать финальный это у нас 92 года нержавеющая сталь 92 по 2012 год это у нас одна копейка также в таком приятном состоянии это штемпельного блеска давайте дальше мы переходим к десяти копейкам которые у нас с четырнадцатого года чеканились с четырнадцатого года мы возьмем например по одну из новеньких которые кстати умудрялись некоторые продавать это 10 копеек 2019 года в таком вот потрясающем состоянии по это дело из ролла монета и когда они только появились прям там начали на аукционах очень дорого продавать но я думаю что нет смысла их дорого продавать потому что а тиражи миллионные так это у нас 2019 год потом мы берем из алюминиевой бронзы если там у нас стальная монетка с покрытием здесь у нас алюминиевая бронза вообще как вы знаете стараются украинские монеты удешевить сделать их из как можно дешевле латунные монеты конечно не выгодно делать для страны особенно в больших таких вот этих тиражах просто невыгодно для страны вот как например 10 копеек вот эти латунные они 10 копеек вот эти латунные они действительно интересны потому что они сам по себе металл дорогой плюс тут интересный какой-то штамп может попасться если вы собираете то монет 10 копеек бывают очень очень редкий и дорогие разновидности сейчас мы добавим сюда именно эту эти 10 копеек переходим дальше 25 копеечным монетам у нас с 2004 по 2015 год также сталь у нас с латунным покрытием гляньте как она выглядит но в любом случае они довольно низкий у них рельеф ну мне не очень нравится хоть здесь я и выбрал получше состояние что у меня было в целом такие монетки стальные не очень нравится они кстати притягиваются магнитом а дальше у нас алюминиевая бронза 2001 по 2013 вот я буду размещать 2011 года они бывают кстати в разном сохране наборные гораздо по лучшему состоянии пруфовский то есть блестящим полем до бывают ну и конечно 25 копеек латунный с 92 по 96 год они бывали есть разные разновидности на канале посмотрите у меня есть с определенными моментами вот это вот например бублики да есть бублики 3 разновидности ссылочку я сейчас добавил в описании сможете посмотреть обзор именно на конкретно 25 копеек так совсем немного у нас осталось всего ничего 50 копеек мы переходим к 2013 года по собственно по сейчас вот такие у нас 50 копеечные монетки помните 18 год когда они появились какие они прям блестящие тоже для всех интересные были вот напишите как вам сейчас часто попадаются такие или нет дальше алюминиевая бронза она у нее кстати в блеск как мы видим немножко поменьше ну хотя тоже штемпель на блеске и что-то ведь от перчаток вот они так выглядят довольно симпатично но все равно низкий рельеф не так интересны мне монеты латунные конечно же больше всего потому что есть много вариаций гербов но гляньте ну приятно приятно посмотреть вот такую монетку до особенно когда у нее состояние достаточно хорошие вот и и вот у нас реверс и даже если в наборчике вот так вот посмотреть визуально сразу как-то вот эти старенькие мне бросаются в глаза лучше чем дать и которые сейчас и довольно прикольно смотрится на как он конечно было бы классно здесь английскими чеканами все заложить у меня не в другом альбоме находятся дальше переходим к монеткам 1 гривна владимир великий я выбрал для этого альбома у меня в штемпельном блеске вот такая монетка есть 2010 года с другой стороны видите 65 лет победы очень хорошее состояние этой монеты именно такие такого уровня монеты ценится в коллекции то есть если у вас обычные заборота ну цена и там две там 35 гривен а если вот в таком состоянии то конечно такая монетка из ролла цена уже и 50 например гривен может стоить давайте разместим следующая монета у нас алюминиевая бронза это 2001-2003 года действительно приятно когда встречаешь монету в штемпельном блеске ну здесь вот он просматривается в принципе остатки штемпельного блеска но я ведь видел и поярче монетки монеты в хорошем штемпельном состоянии могут стоить ну тоже в районе 50 гривен вполне но она должна быть прям супер ярком ярче чем здесь вы видите у меня в коллекции ну такая тоже уже может стоить порядка 5-10 гривен то есть у вас есть не вы не выбрасывайте хотел сказать не не тратить вас есть штемпельном блеске 2001 год оставьте это пригодится потому что монетки эти убираются следующий у нас 96 года вот такая монетка латунные важно чтобы она была не бита видите нет по краям каких-то коцак это очень важно важно чтобы не было царапин ну такие монетки действительно ценятся в коллекции 96 год у них был рост до 100 гривен потом чуть-чуть откатились и 50 час в районе 40 50 гривен покупают сейчас их ну монеты 10 на миллионный тираж но сколько уже ели из 96 года вот у нас тут можно положить монету с 92 поднялся 6 год они делались у нас в латуни дальше мы переходим к новым нашим монеткам которые уже ну мы регулярно видим на сдачу они нас под задолбали потому что ну некуда их поставить теряются начнем мы с монеты 10 гривен конечно у меня есть выпуск там где рассказы какие монетки дорогие и вот 2018 года 10 гривен пробные однозначно дорогие и тираж у них просто минимальный вот могут быть наверняка вполне вероятно что могут сделать и перевернутые 10 гривен было бы интересно посмотреть такие но пока я таких не видел и браков таких не появлялась не в интернете не на форумах мы размещаем они у нас значит на основе цинка сделаны с никелевым покрытием они слабо магнитные но за счет никеля их магнит притягивать дальше 5 гривен такой же состав пятерочка у меня кстати есть прошлое видео там как раз про 5 гривен возможно пробные мы не знаем но довольно забавный дизайн зайдите посмотрите кто не видел 5 гривен размещаем из богдана хмельницкий они 2018 года у нас пробные а дальше уже эти современные переходим к двушкам у нас 2018 год 2 гривны могут быть сейчас они про чеканы какие-то вот в ролике я рассказал да что стоит поискать вот таких вот новых монетах украины вот мы ее тоже добавляем и конечно же 1 гривна которая просто по размеру ну просто как какая-то копейка смотрите ну вот она у нас 2019 года я добавляю сейчас все монетки ну штепельный блеск приятное состояние при том что они конечно уже готов выпадают бьются сразу при чеканке у них вот эти вот микро удар чеки на всех монетках рассматриваются так и мы эту монету добавляем давать час глянем как же выглядит альбом он обычно еще закрывается вот таким вот дополнительным листом попробуем это все сделать чтобы вам продемонстрировать монеты не повылетали хотя монет довольно плотно стоят я не думаю что они могут каким-то образом выпадать ну что вот как видите монетки у нас уже все добавлены и юбилейные слева и обиходные вот так выглядит смотрите переливаются наш темпельный блеск на монетах из разных металлов переворачиваем здесь не хотели одной монетки который еще не вышло но она довольно скоро выйдет и вот так выглядит собственно монетки к нам реверсом довольно прикольно смотрится мне кажется этот дизайн удался просто класс я бы наверное предлагал выпускать конкретно такой отдельный листик под юбилейные монеты под обиходные монеты потому что смотрится просто шикарно насколько микс зайдет для вас напишите в комментариях как вам микс юбилейных и обиходных и здесь мы видим наши монеты посвящены независимости украины и первые монеты вот монеты украины как вам вообще в целом интересно напишите ваше мнение об этом наборе вот вы увидели как он визуально смотрится такого тут такая у него упаковочка что думаете сами про этот набор напишите в комментариях спасибо что посмотрели вы на канале фартовый коррекционер ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем пока